Как теперь учитываются алименты при назначении пособий на детей, когда даже бывшему спругу придется платить алименты? Теперь гражданин может взыскать компенсацию морального вреда, если пристав взыщет с него чужой долг по ошибке. Эти две темы разберем детально в этом видеообзоре. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Переходим к теме видео. Когда бывшему супругу придется платить алименты? У большинства людей слово «алименты» ассоциируется с детьми. Однако закон рассматривает алиментные обязательства намного шире. И в определенных случаях платить их придется даже бывшему супругу. Если у человека есть необходимые средства, суд может взыскать с него алименты в пользу. Первое. Бывшей жены, если она беременна или воспитывает общего ребенка младше трех лет. Второе. Бывшего мужа или жены, если он или она ухаживает за общим ребенком-инвалидом и нуждается в дополнительных средствах. Такая нуждаемость подтверждается документами о доходах и необходимых расходах на содержание ребенка. Третье. Нетрудоспособного бывшего супруга, если он стал нетрудоспособным, инвалидом, до развода или в течение года после него и при этом нуждается в дополнительных средствах. При этом доказано, что его доходы не могут покрыть все его нужды на питание, лечение, сиделку и т.д. И четвертое. Бывшего супруга, достигшего предпенсионного возраста. Женщины от 55, мужчины от 60 лет. В течение пяти лет после развода, если он нуждается в средствах, а супруги длительное время были в браке. Статья 90 Семейного кодекса. Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, исходя из материального и семейного положения обоих супругов. Алименты могут заставить платить только того, у кого есть для этого необходимые средства. Суд будет оценивать уровень доходов и расходов ответчика. Если он сочтет, что у ответчика нет финансовой возможности содержать бывшего супруга, в удовлетворении иска будет отказано. Друзья, еще больше новостей на нашем телеграм-канале. Приоритеты. Обязательно подпишитесь и следите за новшествами в законодательстве. Ссылка в описании. Переходим к теме номер два. Теперь гражданин может взыскать компенсацию морального вреда, если пристав взыщет с него чужой долг по ошибке. Человек ожидает масса проблем, если ему посчастливилось оказаться полным тезкой какого-то должника. Неожиданный арест банковской карты, списание денег со счета, запрет выезда за границу. И это еще не полный список, с чем он может столкнуться. Судебный пристав, конечно, отменит меры принудительного исполнения и вернет удержанные деньги. Но лишь после того, как гражданин подаст жалобу и докажет, что он не является должником. На сайте ФССП даже есть специальный сервис для подачи таких обращений под названием «Я двойник». Вот только двойникам на деле не намного легче от этого. Людям приходится тратить свое время на то, чтобы доказать, что они ничего не должны. На практике одна из таких двойников прошла три судебные инстанции, требуя взыскать с энергосбиток компенсацию морального вреда. Он перепутал женщину с должником, у которой были такие же ФИО, и взыскал с нее через суд долг по ошибке. Женщина потребовала компенсации морального вреда за то, что ее персональные данные, в том числе и серию, и номер паспорта, место рождения, незаконно распространили, передав документы в суд и ФССП для взыскания этого долга. И апелляция, и касация согласились с ее доводами и взыскали в ее пользу 5000 рублей в качестве компенсации. Так что пострадавшие тезки должников теперь могут получить не только извинения от приставов или взыскателей, но и реальные деньги. Пишите ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на наш канал, жмите лайки и расставляйте приоритеты правильно. Сначала знания, потом действия.